всем привет сегодня будет небольшой обзор новостей в хозяйстве на каком этапе что у нас развивается и ответы на пару вопросов которые уже поднакопились в контакте люди закидали вопросами сразу отвечать некогда вот поэтому с опозданием но ответы все будут самый первый вопрос артем а где твоя борода а вот бороды нету больше поменял работу теперь важен внешний вид теперь буду вот такой вот гладко выбритый безбородый приходится держать марку все-таки представитель компании относительно козлят проще показать насколько они выросли в каком они состоянии то что их кормим из бутылочки сейчас просто их покажу козлятки подросли новые покупные они уже по росту сравнялись с нашими которые были старше их почти на месяц же до на месяц они старше и были сейчас они по росту сравнялись козлик вот у нас уже вот такие рожки у себя отрастил такие прямо коренастые мощные будет рогатый козлище такой будет бодаться уже вот такие крупненькие они у нас тёма машка кормилица наша выкармливает нам молоднячок старается овечка до сих пор продолжает кормить молодую радку молоком она ее практически высосала ходячий скелет как собака это вот сама лялечка наша которая до сих пор вымя подергивает молочко посасывает а вот это некогда бывшая здоровенная овца теперь выглядит как просто клок шерсти тощая как батарея стройная вся на европейский лад можно хоть на выставку на показ мод ее водить несколько раз пытались овечек наших разделить чтоб молодая уже не питалась молоком но такое вытворяют орут скачут силы у овцы большие она эти дверцы просто сносит если она ломится так ничто ее не удержит поэтому днем приходится их все-таки сводить вместе и молодая так сказать ярочка высасывает мамашку под ноль здесь у нас идет подготовка к родам полным ходом нюша у нас на финальной стадии практически недельки через две у нас предвидится опороз вот она уже требует чтоб ей брюшко гладили внимание хочется ей не заходишь так она кричит прямо из стайки вот юлия андреевна у нас в роли массажиста теперь заботливый такой акушер массажист сколько у вас предвидится молодняка в этот раз по плану нам надо спланировать все оставим 10 вот если родится 9 оставим 10 ну машка чего ты подглядываешь любопытная коза куда мы туда и твой глаз как собачушка готова бегать за тобой такая так теперь немножко наших перепелочка перепелки вот такие у нас уже крупные начали драться тут уже 2 чуть ли не заклевали утром захожу чтобы накормить перепелок и смотрю две птички сидят такие неактивные не бегут кушать присмотрелся а у них как скальп склеван то есть просто голая черепушка сверху думали сдохнут отсадили их отдельно но потихоньку помаленьку зарастают взбодрились так что через пару-тройку дней будем их подсаживать обратно вот она нюша нюша лежит прибалдела пятачок такой твердый такой пятачок инструмент копательный на улице уже у нас не ходит не просится просто к себе зовет поднимает лапку вот тут почешите добраться сложно пятаком здесь не почесать поэтому она очень любит чтоб тут ее чесали прямо дома купается во внимание пользуясь своим положением опять же немного про перепелок поилку которую вот мы делали из канистры прошло с последнего ролика сколько юль несколько дней дня 45 вот воды мы не доливали в общем вот такое количество воды они выпили то есть чуть больше десяти литров это радует потому что по нескольку раз в день наливать воду у нас не получится поймала она тебя да знает что не откажешь сейчас надо сходить в крольчатник у нас там тоже новости есть появились совсем маленькие еще крольчата их не ждали так такого возраста ждали что только окраляться сейчас новыми гнездами а там вылезли то есть недели три наверное примерно уже этим крольчатом сейчас сходим в яму и посмотрим что-то в огороде все по-прежнему стоит вода грязь ничего никуда не делась все в порядке все как должно быть добрались ну что ребятешки он малыш отбежал вот это новые вылезли вот такие маленькие еще еле ходят две штуки вот их ходит где-то еще штук шесть примерно прячется тут вот у нас мамашка все нарывит в углу гнездо себе сделать приходим она здесь укладывается настилает сено подрывает ямку приходится его разбирать потому что был опыт здесь крольчихи несколько раз рожали просто в яме и ни один крольчонок не выжил то есть им надо все равно быть в глубине норы так где у нас малыш как показать такой вот еле ходит так и покажем тебя маленький ой шустрый какой да подожди и не торопись вот такой вот хороший совсем с ладошку вот малыш накидали суру опять что у вас там в норе творится берегись так здесь у нас на входе так и капает конденсат оттаивая с правой стороны мы смотрим лед уже растаял льда там нет пустите-ка меня кыш 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 свежая земля говорит о том что активно роются норы будут скоро у нас новые гнезда а вот там дальняя стенка на что-то там настораживает ну-ка тыди-ка ты дед или о как че вот так вот вот этого у нас не было это говорит о том что в яму с этой стороны у нас сочится вода вот это вот и мы и остерегались все-таки яма у нас подтапливает при всем при этом кролики из ножи не уходят наверху потолок тоже влажный ну что поделать только что мы выяснили один немаловажный факт почва в нашем регионе для явного содержания не подходит эксперимент есть эксперимент и отрицательный результат тоже есть результат мы думали что все-таки это из-за льда гранула сыпется все-таки состав вот этот глиняный видимо будет крошится ну пока не готов озвучить что мы будем делать с новыми данными там разберемся что-то все равно будем думать скорее всего проект кроличья яма у нас будет закрыт я так думаю придется у нас переходить к другим каким-то условиям содержания скорее всего будем комбинировать вольер с клеточным содержанием на самом деле страшного ничего нет если кто-то вдруг расстроился в экспериментной части мы были готовы к различным результатам то есть как и к отрицательным таких положительным положительные результаты мы получили от содержания кроликов в ямы в яме получили очень полезный интересный опыт дальше посмотрим что с этим делать а сейчас с вами сходим посмотрим поросят как они у нас подросли они уже доросли до забойного возраста пойдем их посмотрим вот они пятачковые пятачковые в семье бычковых ну вот какой кабанина двух кабанчиков кастратиков мы еще чуть-чуть покормим потом они у нас пойдут уже в заготовку а двух девочек мы оставим на племя все-таки нам эти свинки понравились и мы будем их дальше разводить вот они уже какие бегемотики поросятам мы будем обустраивать выгул на улице на летний период мы вот этих уже подросших свинок и свежих поросят которые уже будут полутора месячными будем держать на улице в вольере в будках то есть к зиме нам предстоит вот эту теплицу оборудовать в свинарник утеплим его зашьем фанерой скорее всего поднимем примерно на полметра или на метр эту теплицу и здесь уже у нас будет маточное поголовье вьетнамских свиней более подробно про кроличью яму я сниму видео отдельно там уже буду готов озвучить планы работ какие мы там проведем вот будет ли он закрыт или все-таки мы его как-то подшиманием продолжим так что ждите выхода отчетного видео по кроличьей яме ладушки время уже потратил много давайте всем спасибо за просмотр кто только к нам присоединился может подписаться на канал нажать колокольчик ставьте лайки дизлайки всем пока на связи